Полно вам, люди, Себя сквернять Недозволенной пищей, Овидей. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Сегодня у нас в гостях дважды лауреат международного конкурса «Пилар» в номинации «За яркий артистический талант». Артистка шоу «Большая разница» Света Галка. Здравствуйте, Геннадий Петрович. Доброе здоровье. Света, вы еще служите в театре? Ой, вы знаете, Геннадий Петрович, честно говоря, немножко такая для меня больная тема, потому что репертуарный театр сегодня не позволяет артисту, так сказать, выжить в Москве особенно, поэтому артисты все больше идут работать на телевидении, в кино и антрепризы. Поэтому я сейчас служу в антрепризе при театре киноактера. Мы сейчас репетируем потрясающую комедию, которую сдаем в конце апреля «Я вас обязательно позову». Это будет премьерный спектакль «Комедия» режиссер Роберт Манукян. А пьеса замечательная «Три грустных мужа и один веселый», так называется. Вот это действительно очень хорошо. А как вы питаетесь? Я вижу, вы стройная. Должны за собой следить, тем более Елену Малышу пародируете. Поэтому... Абсолютно с вами согласна. Руки мойте перед... Но помимо... Помимо того, что я пародирую Елену Малышеву, и еще очень много различных героев, конечно, приходится следить за питанием. Я думаю, та актриса, которая скажет, что она ест все подряд, думает, что все-таки она будет лукавить. В репертуарном театре в настоящее время не работаю, зато я работаю в антрепризе при театре киноактера. Мы сейчас репетируем замечательный спектакль, скоро его сдаем, я обязательно вас приглашу. Но не на премьеру. Потому что на премьеру все еще выходят с глазами какающей кошки. То есть еще такой ужас в глазах. Хорошо, хорошо. Будет где-нибудь спектакль третий, четвертый, пятый, обязательно позову, когда уже будем более уверены. Спектакль называется, очень интересно, «Три грустных мужа, один веселый». Наверное, неплохо питаться, нужна целебная кулинария. Ну, в связи, конечно, с репетициями, график питания, в общем, нарушается. Хотя в связи с тем, что у меня есть проблемы с желудком, я все-таки стараюсь приготовить что-то себе... Ну, я думаю, что многие артисты вам скажут, что у них проблемы с желудком из-за нерегулярного питания. Ну, гастрит. То есть как только... Воспаление слизистой оболочки. Да. Как только сбои в питании, как только это бутерброды и кофе... Ну, где только сбои в питании влияют на нашу слизистую желудка, оказывается, эмоциональное состояние очень сильно влияет. Еще даже более сильнее, нежели питание. Это надо запомнить. Я даже скажу больше, когда я ходила к гастроэнтерологу, он сказал, один из рецептов – это философское отношение к жизни. Сказал, Света, потому что у вас, ну, как бы, видимо, по психофизике вы, может быть, переживаете, да, или что-то там немножко начинает не так реагировать. И знаете, я скажу, что чем сильнее человек, тем он сильнее переживает, и тем он больше вредит своему собственному организму. Да, я, к сожалению, не пофигист. То есть я все переживаю, принимаю близко... к сердцу, переживаю за друзей, за близких, за какое-то общее дело. Это, да. Поэтому мне надо как-то поспокойнее относиться к жизни. И все-таки... Ну, я действительно следую, стараюсь следовать правильному питанию. Я стараюсь питаться приготовленным на пару. И следую, в общем-то, относительно раздельному питанию. То есть белки отдельно от углеводов. На пару и раздельному питанию. Ну, сразу же, с учетом целебной кулинореи, там оказывается, возможно, малый процент энзимов, ферментов, которые как раз и руководят всеми процессами организма жизненной. То есть на пару. На пару. Все-таки какие-то вещества, значит, уничтожаются. Да. И еще что-то. Ну, и стараюсь пить свежевыжатые соки. Свежевыжатые. Но не натощак. Это очень хорошо. Это очень хорошо. А какой ваш любимый там овощ или там... Ну, учитывая, что у Чехова ружье висело на стене, выстрелок, смотрю, у вас лежит моя любимая морковь. Вообще-то я... Мне нравится вообще, во-первых, цвет моркови. Он такой оранжевый, такой жизнерадостный. Вот это хорошо, действительно. Солнечный. Я сама овен, родилась в апреле, поэтому мне нравятся такие... Продукт, в первую очередь, действительно влияет своим цветом. Ну и, соответственно, насколько я знаю, там есть витамин С. Витамин С? В достаточном количестве. Морковь. Да. И говорят, что он способствует тоже улучшению пищеварения, если я не ошибаюсь. Поправьте. Немножечко ошибаетесь. Дело в том, что морковь в основном ценят за то, что здесь много каротина. А, да, вот каротин, правильно. Который превращается в витамин А, а уже витамин А дальше уже делает нашу кожу красивой. Ногти, слизистые оболочки. И, кстати, он еще защищает, вообще морковка защищает, от разного рода онкологии и считается хорошим противоязвенным фактором. Поэтому... Значит, я правильно... Правильно, интуитивно, как человек творческий, вот вы сразу почувствовали, какой продукт вам больше всего поможет. И, кстати, если говорить о полезных свойствах моркови, то они объясняются ее богатым составом. Там есть и витамины группы В, правда, маловато, но есть. Витамин ПП, который делает наши сосудики крепкими, чтобы они нормально... Чтобы не ломались, были эластичны. Витамин С есть. Есть. Витамин Е есть, витамин К, и особенно много каротин. Каротин сначала работает по слизистым оболочкам, по коже и так далее, а дальше начинает нас защищать от разного рода онкологии. Поэтому морковочку вы подобрали то, что надо. И, кстати, мы с вами сегодня в нашей кулинарии целебной, знаете, что приготовим? Что? Суп. Из моркови? Да. Ну... Будем варить. Честно говоря, знаю, что ее добавляют в супы. Мы с вами не просто сделаем суп, а особо целебный суп, который называется сырой калевый суп. В него входит морковка, как основной компонент. Морковки мы возьмем примерно около 300 грамм. В нее входит в этот суп свекла. И в него входит шпинат. Видимо, все это мелко будем рубить, я так полагаю. Да, мы очень... Это, наверное, будет крем-суп. Да. Мы очень мелко, значит, порубим все и все это съедим с вами. Но варить мы его не будем. Это будет холодный как раз суп. Варить мы не будем. И получается, что именно вот этот суп за счет того, что очень много щелочных элементов, микроэлементов, он будет способствовать тому, что различные отложения, которые у нас есть, он будет рассасывать и выводить. Очень хорошо, там, от подагра будет помогать. Вообще. Сука мне тоже выведет? Нет, у меня их нет, я так теоретически страшно. Он снимает различного рода интоксикацию. Потому что если человек там, ну, будем говорить, питается неправильно, там, допустим, находится в помещении, в котором накурили, пассивное курение, все это всасывается в наш организм, жизнедеятельность его снижается. А мы ее повысим этим супом. Итак, для этого мы будем использовать соковыжималку. Поэтому это отодвинемся сюда. Я буду как эхо стоять рядом и повторять каждое ваше слово. Для этого нам понадобится соковыжималка. Я буду говорить соковыжималка. Соковыжималка. Мы ее сюда ставим. Помочь чем-нибудь? Помочь. Своим присутствием? Морковочку сюда взять, поставить. Морковь мы будем как-то чистить сначала еще или она уже готова? Дело в том, что я морковочку уже помыл. То есть мы ее просто помыли и все, и она у нас готова. Кроме что, вот эти вот кончики надо отрезать. Я могу отрезать. Отрезьте, пожалуйста, потому что как морковку не мой, а вот эти кончики... А сколько нам понадобится морковинок? Две? Морковинок нет. Нам понадобится больше морковинок. Интересное название попки, да? На самом кончике. Кстати, а Светлана, а что вы любите делать сами из моркови? Я люблю вообще, конечно, ее есть в сыром виде, когда она свеженькая, выдернуть ее из грядочки. О, тогда она самая-самая полезная. Когда удается в это время быть там на даче. А в основном я люблю использовать ее в салат. То есть я ее мелко натираю. Смешиваю с черносливом. Добавляю сметану. И вот такие салаты очень люблю есть. Говорят, что именно морковь лучше усваивается с растительным маслом или вот со сливками и сметаной. Это правда? То есть не просто ее одну есть, а вот именно с этими ингредиентами. Вы знаете, так как ученые говорят, что якобы действительно это все усваивается лучше со сметаной и сливками. Но я на своей практике убедился, что она усваивается прекрасно и без всяких сливок, и масла. Поэтому ее можно пить в свежем виде, без всякого яка. А я тем временем свеколку возьму. Так, о, хорошо, ну как на вкус. Так, и у нас еще шпинат. У нас смокло и у нас шпинат. Шпинат особо ценен тем, что в нем есть различные такие вот кислоты естественные, которые вот растворяют все отложения, образующиеся, знаешь, от чего? От чего? Оказывается, когда мы едим... Попробуй. Почему-то похож на шавель. Это с шавель и шпинат одинаковый. Кисленький. Кисленький любишь. Почему не родилась кроликом, да. Так вот, те вещества, которые здесь содержатся во всем этом супе, способствуют тому, что особенно кальций, который имеется у нас в пище, в том же молоке, в том же твороге, в других продуктах, во время термической обработки он становится не таким доступным биологически. И поэтому он откладывается, где он откладывается? Он откладывается в сосудах, делая их черствыми, он откладывается, ну допустим, вот если в стенках вен, это варикозное расширение, если в этой области, значит, проблемы будут с геморроем, вот. Он откладывается в сердечные мышцы, тоже вызывая там неприятные такие явления. А шпинат помогает. А шпинат особенно хорошо его. То есть шпинат в этом калиевом супе не заменим. Итак, мы с вами берем шпинат первым делом у нас пойдет. Пучок просто мы берем, импровизируем. Прямо пойдет пучок у нас. А тут не надо срезать вот эту помпушечку? Не-не-не, все будет отлично. Дальше что готовить сразу? Морковь или свеклу приготовить? Сверху. И мы это сначала даем. Вот, да-да, подальше отойти. Надо было фартуки активировать. Вообще-то не совсем, наверное, правильно работать без фартуков. Хорошо. Следующий раз пучок. Если бы здесь было илин мал, что он, наверное, сделал намечение. Пучок. О, пошло дело. Ну такая... И теперь параллелка. Вот такая консистенция получает. Вот, 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 вот. Твоевая консистенция, это то, что надо. А вот это у нас звуки напоминает газонокосилки. Газонокосилки. Действительно, может и напоминать. Так, еще раз. А-па-а-а. И морковочки еще. Еще надо свеклу? Нет, свеклы не надо. Еще морковку. Последний раз у нас настроен. Ну, то есть, как бы на глазок, в принципе. Нет, дело в том, что здесь мы поступаем не на глазок. Должна быть определенная пропорция. А пропорция такая. У нас в три раза должно быть больше морковного сока. И по одной части свекольного и шпинатного. Тогда нормально. Если слишком много будет свекольного сока, он сильный по себе. Может быть, головокружение. И его неприятно пить. А так как мы сделали... Морковь, она же сладкая, поэтому, наверное, она... В качестве основы. В качестве основы она... А-па. Ну как? Ну, красиво. Очень красиво. Такой... Вот. Какой-то такой цвет, именно испанский такой. Вот что-то в нем, да? Терракотовый. Да, терракотовый. Не красный, не оранжевый. Вау. Ну, посмотрим. Правильно я соблю пропорцию. Как будто краска разведена. Подавать его можно, конечно, и в пиалочках. Этот наш суп сырый, калевый. Но мы сделали в чашечках. Итак, Света, за ваше здоровье. Я пробую и говорю. За здоровье. На здоровье. На здоровье, ну как. Теперь ваше мнение. Да, очень вкусно, кстати. И вот этот вот супец, который мы будем с вами потреблять хотя бы раз в день или через день, будет способствовать тому, что те вещества, которые мы сели в виде хлеба, ну, с хлебом там, с вареными овощами, и остались в нашем организме, будут потихонечку растворяться и выводиться. Лучше заработают почки, печень, кстати. На меня не окажет это какой-то сейчас эффект сломительного средства, нет? Немножечко выпейте. Немножечко выпейте. И очень верное замечание. Значит, всё сначала опробуйте буквально-таки с ложечки. Почему? Потому что человек не привык питаться свежей пищей. Он не привык, что сразу такое билие фермента попадает в его организм. И они быстренько начинают работать там у него. И его может немножко... И вот это как раз прослабление будет говорить о том, что идёт очищение. И пускай себе оно идёт. Очистится. И после того, как всё это закончится, все эти процессы, будете чувствовать себя великолепно. Всё будет усваиваться, съели. И всё усвоилось так, как надо односила. Кстати, я... Как говорят в Италии, чин-чин. Чин-чин. Геннадий Петрович, вообще, когда пьёшь, это напоминает сок. Свежевыжатый. А вот мне кажется, если бы мы туда, например, добавили там обжаренный чёрный хлеб, да, то есть в качестве гренок солёненьких, такой, мне кажется, был бы тоже пикантный вкус. Вот смотрите, когда мы добавляем что-либо обжаренное, вот это всё что-либо обжаренное, оно уже, понимаете, делается несъедобным. Мы его употребляем, и оно вроде бы у нас усваивается. Но смотрите, что делается. Тот же кальций, который в процессе термической обработки слегка становится неорганическим, он сначала печень нашу загрязняет. И, кстати, способствует тому, что начинает потихонечку образовываться желчные камушки, песочек в печени. Раз. Далее, пройдя ещё через печень, он начинает оседать у нас в сосудах, вызывая варикозное расширение вен и геморрой. Уж извините за выражение, да? Дальше, продолжая своё движение неорганический кальций, начинает откладываться в почках и вызывает появление там песка и камушка. Света, и возвращаясь к морковке, оказывается, она обладает ещё такими целебными свойствами, как укрепляет сетчатку глаза. То есть, если мы будем пить вот этот сок, то мы будем хорошо и видеть. И даже в темноте. Это очень хорошо. Особенно при моей профессии, когда столько приходится учить текстов. И, кстати, текстов учить. Дело в том, что, когда, я сам знаю, софиты смотрим, у нас слизистые сохнут, возникают различные такие заболевания, как конюктивиты, блефориты, то всё это также будет уходить. Это хорошая профилактика. От этих заболеваний. Вот я это запомню обязательно. Потому что слизистые укрепляются. Слушай, а вот у тебя ещё дача, ты говоришь, а что там? Только морковку сажаешь там или что? Ну, начнём с того, что дача не моя, построена родителями. Вернее, они купили настоящий деревенский дом с печкой, довели его до совершенства. Там 16 соток. Конечно... А земельки-то я пока не шибко думаю. Не хочешь руки, так сказать, чтобы соприкосновались. Ну, я вообще люблю там ягоды какие-то пособирать, да. То есть, как бы... А какие ягоды растут? Ягоды растут. Крыжовник, малина, чёрная смородина, черноплодка, коринка, в народе называемая. Не знаю, как это ещё по-другому называется. Клубника. А что с ягод делаешь? Просто так кушаешь? Мы с мамой делаем соки, выжимаем, да. О, это очень интересно. А как вы их делаете? То есть, папа у нас пьёт водку. Из-под неё остаются пустые бутылки. И эти бутылки мы потом используем, когда делаем с мамой сок. Там яблочный или смешиваем, допустим, ягод. И в эти бутылки потом у нас целые ряды сока. Света, что вот эти вот центрофуговые соковые жималки лучше всего давят коренья. А ягоды... Другая у нас, другая, попроще такая. Шнековая какая-то. Она, я забыла, как она называется, но... Ну, крутит. Ну, да, она не такая, может быть, просто резкая. То есть, ягоды же, они пластичные, мягкие, поэтому там не нужно такое сильное давление. Ну, и что дальше делаете? Вот свежий стук, он же бродит или ещё что-нибудь там. А у мамы какой-то есть рецепт, мы немножечко песочек туда всё-таки добавляем. Какого песочка? Сахарного, неречного, да. Сахарного песочка немножко. Но, тем не менее, вот что говорит о том, что всё-таки продукт мы делаем натуральный. Если пробочку-то мы отвинчиваем, и сок не выпьем, например, на протяжении 5 дней, если мы не выпьем этот сок, даже 4-х, плесенью покрывается. А это говорит о том, что это натуральный продукт. Он быстро портится, потому что натуральный долго не стоит. Ну, а в остальном очень люблю, если это сезон, то, конечно, всё с грядки. И помидоры, и огурцы, всё, чтобы было с грядки свежее, и зелень. Это очень правильно, потому что сезонное питание самое правильное. Поспели огурчики, огурчики, помидорчики, помидорчики. То есть мы свой организм пополняем микроэлементами последовательно. И самое важное, что наш организм их и держит внутри себя. А если мы вот как-то питаемся вне сезона, да. И, кстати, когда огурец вырастает летом на грядке, он борется против жары и высыхания своей особой, так сказать, оводнённостью. Это передаёт организму. Не хочется пить воды, и не так жарко становится. Если этот же продукт мы употребляем зимой, когда сырох холодно, мы начинаем мёрзнуть. Вообще да, наверное. Вот что получилось. Они же такие прохладные огурцы. И, кстати, о сезонности питания. Сейчас как раз сезон питания корнеплодами. И самый лучший корнеплод – это, как ещё в Древнем Риме говорили, морковь. Поэтому, кстати… То есть именно в Древнем Риме говорили морковь. Да, и ещё они начали… Ещё они там начали пользоваться морковью, говорили о полезных её свойствах. Вот что оно способствует тому, что детки лучше растут. Люди выглядят как морковка. И я думаю, что всех, кто будет питаться морковным соком, будут иметь ясные глазки, как у нашей Светланы. Уверена. Да. Кстати, и зубки, и маль хорошая становится, и стройную фигуру. Поэтому кушайте морковь и ешьте наш калевый суп сырой, и вы будете такие стройные, как Светлана, ну и вроде как и я. И Геннадий Петрович. Да. Доброго вам здоровья. До свидания. Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни. Пишите нам, присылайте свои рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была Целебная Кулинария. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok